Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Какая погода ждет красноярцев в день знаний и куда сходить развлечься после школьной линейки? Ремонт на мира затягивается, а уже сделанное рушится на глазах. Успеет ли все доделать за сентябрь? Где в Красноярске самое комфортное место для ожидания автобуса? Магнитные бури, закрытые пляжи и первая партия вакцины против гриппа. Важная информация от МЧС. Уже завтра во всех красноярских школах пройдут праздничные линейки для тысяч школьников. В этом году ученикам повезло. 1 сентября выпало на субботу, так что пару дней они еще могут отдохнуть. А вот погода особо не радует. В день знаний красноярцев ждут дожди. Синоптики говорят, что 1 сентября будет облачным с кратковременными осадками. По прогнозу, небольшие дожди пройдут ранним утром и во второй половине дня. И все же на праздничную линейку лучше захватить зонд. При этом завтра будет довольно тепло, плюс 23. По холоданию обещают к середине следующей недели со среды до плюс 15 днем и около плюс 3 градусов ночами. Подробнее о том, куда можно сходить с детьми после торжественных линейок, расскажем во второй части выпуска в рубрике «Афиша на выходные». И снова ремонт на проспекте Мира может затянуться. В мэрии заявили, брусчатки сейчас не хватает на проспекте Мира и на площади перед Большим концертным залом. До новых поставок около недели. Между тем, та брусчатка, что уже уложена, начала рассыпаться. Подробности в рубрике «Дорожная карта». Серая плоская, серая гранитная и другие виды брусчатки на этой неделе в эти выходные прибыли к нам в Красноярск. Прибыли они из Сосновоборска, теперь производят брусчатку на заводе «Выбор-Сибирь», недалеко от нашего города. Казалось бы, здесь находятся десятки блоков с брусчаткой, ее очень много. Тем не менее, на этой неделе власти заявили, ее может не хватить для того, чтобы покрыть весь проспект Мира, площадь Мира и остальные места, которые задумывались. К сожалению, этот объем покрытия завод нам сегодня не может пока выдать. Ну, во-первых, потому что он выдает брусчатое покрытие еще и на другие объекты, в частности, кампус универсиады, плюс дополнительно там, где часовня Бороскевы пятницы находится, площадь Мира, которую тоже необходимо еще до конца довести. Ну и один наш объект, который у нас является с вами основным, это проспект Мира. Поэтому не обеспечивают сегодня наши все бригады необходимым количеством брусчатки. Однако рабочие недостатка в материалах пока не испытывают. На нашем участке хватает точно. Это вот здесь еще, вон там сейчас наши делают, вон там, вот тут еще будут делать, сюда привезут, когда там закончат. У нас все есть. На самом заводе сегодня пояснили, что Сосновоборский филиал только начал работу. Там работает только одна линия и пока завод выходит на максимальной мощности. Но власти обещали, что новые поставки брусчатки уже начнутся с 5 сентября, а весь ремонт завершат к началу октября. Но помимо проблем с недостатком брусчатки, есть на Мира и другие проблемы. Например, проблема доступности улицы для пешеходов. Вот еще один участок, который начали ремонтировать, скрыли от старой брусчатки. Эта брусчатка еще не запакована, а значит увезут ее отсюда не скоро. Ну а вот для красноярцев не сделали никакого помоста или ограждения, для того, чтобы они смогли безопасно проходить. С одной стороны, им приходится проходить по песку и пачкать свои обувь, а с другой стороны, им приходится вот по такой вот узкой, тоненькой дорожке, которая ограничится с проезжей частью. Можно сделать либо дорожки, тротуары настелить, какие-то настилы. Ну я же российская женщина, меня уже ничего не возмущает, я ко всему привыкла. Ну а жалуются еще красноярцы не только на трудности с проходом на Мира, но и на то, что, как они шутят, площадка уже устала. Посмотрите, вот этот слип установили совсем недавно, но здесь уже есть сколы и трещины, и заменять вот эти плиты вряд ли будут. Ну а вообще, видимо, проблема у наших рабочих со складыванием мозаики, потому что вот это иначе как хаотичная укладка не назвать. И я надеюсь, что все кирпичики в окончании ремонта встанут на свои места. И к перекрытиям накануне открыли перекресток Молоково и авиаторов, а также въезд на 4-й мост с улицы Дубровинского. Теперь там можно не объезжать этот участок по кругу. А еще с 15 сентября красноярцев ждет перекрытие Красной Армии на участке от Волочаевской до Корнеева. Поток машин пусть и по Копылово к тому времени магистрали уже должны будут закончить и открыть. При этом перекресток Копылово и Ладакисхавели перегородят бетонными блоками наискосок. Алена Крешенинникова, Сергей Малафеев, Новости ДВК. Удерживал в заперти, угрожал взорвать. В Красноярске мужчину задержали за то, что он пытался взять в заложники свою супругу и маленького сына. Все произошло накануне вечером. 48-летний мужчина запер свою 35-летнюю супругу, двухлетнего ребенка в доме и пригрозил взорвать баллон с газом. На место выехала полиция. Главу семейства удалось убедить отпустить члена в своей семье, однако все равно пришлось штурмом брать дом. Он вновь забаррикадировался в доме и открыл вентиль газового баллона. Было незамедлительно принято решение штурмовать дом. И через несколько минут бойцы Росгвардии в ходе штурма задержали подозреваемого. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Добавлю, что двухлетний мальчик – это не единственный ребенок в семье. Остальные шестеро детей находились у родственников. О главе семейства, хоть он и раскаялся в содеянном, грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи уточнили, что мужчина уже был судим. В Красноярске оштрафовали водителя, а его дочь на полном ходу высунулась из окна автомобиля. Все произошло 29 августа на улице Копылова. И все это запечатлел регистратор другой машины. На кадрах видно, как маленький ребенок высунулся из окна иномарки почти по пояс. При этом в таком положении малышка едет в течение нескольких минут, и никто в машине ее не останавливает. В ГИБДД сообщили, что за рулем был отец девочки. За нарушение требований к перевозке детей его оштрафовали на 3000 рублей. Напомню, в конце августа из-за такого же нарушения на 4000 оштрафовали женщину. Ее сын ехал прямо на крыше автомобиля. Биатлониста Евгения Устюгова спустя пять лет обвинили в употреблении допинга. В адрес Союза биатлонистов России поступила информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Среди них и двукратный олимпийский чемпион красноярец Евгений Устюгов. Напомню, спортсмен завершил карьеру в 2014 году после Олимпиады в Сочи, где выиграл золотую медаль в эстафете. Сейчас он является послом зимней универсиады 2019. До самого Евгения Устюгова нам дозвониться не удалось. В течение дня он не отвечал на телефонные звонки. И ранее одному из федеральных изданий он прокомментировал ситуацию так. Пока я ничего не знаю на эту тему. Почему подозрения появились сейчас, спустя четыре года после завершения мной карьеры? Пробы хранятся восемь лет. Их имеют право вскрывать в любой момент. Вантовый мост засиял. Накануне вечером там протестировали праздничную подсветку. На пилонах горели прожекторы, а ванты постоянно меняли цвета. Пешеходную зону моста подсветили белой дорожкой вдоль всего ограждения. Еще вантовый мост планируют оборудовать музыкальной установкой, которая будет включаться в соответствии с выбранным режимом подсветки. Напомню, ранее в Красноярске запустили художественную подсветку коммунального моста. Праздничная презентация состоялась в День города. Тогда красноярцам представили все режимы от праздничных до повседневных. И подсветка мостов не единственное новшество. Еще светом озарились несколько зданий. БКЗ, РЖД, Краеведческий музей. Разбили новые скверы, благоустроили старые. Например, площадь революции, сквер Сурикова, парк на Караульной горе. И эту тему мы обсудим вместе с вами в 20.30. Нравится ли вам благоустройство и то, как меняется город? Что бы вы еще хотели изменить в Красноярске? Звоните к нам в редакцию по телефону 265-45-00. Делитесь предложениями в группе телекомпании ВКонтакте. А также пишите в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. И, к слову, Вантовый мост успели не только подсветить, но и уже эту подсветку испортить. Неизвестные оборвали лампочки и повредили провода. Камеры здесь еще не подключили. Поэтому виновных полиция так и не нашла. Сейчас подрядчик за свой счет устраняет повреждения и устанавливает защитные сетки. Напомню, все работы на Вантовом мосту должны завершить к 29 сентября. Подсветку после инцидента включали только частично. Когда огни на мосту зажгутся полностью, пока не ясно. И сразу после рекламы в новостях ТВК расскажем, как разнообразят образовательную программу в этом году и как весело провести 1 сентября. А также, как суд признал законную сделку с поддельной подписью. Оставайтесь с нами. Миллиард главы пенсионного фонда. Фонд борьбы с коррупцией подсчитал имущество семьи Антона Дроздова, руководителя пенсионного фонда. Согласно расследованию тещи, Дроздова владеет дачей за 400 миллионов рублей. Это участок в элитном поселке Николина на Рублевке, рассчитан на 33 сотки. Дом площадью 617 и гараж 128 квадратов. Также ФБК уточняет, что дачу Дроздов переписал на родственницу в 2009 году и с тех пор не отражает ее в декларации о доходах. Всего же семье Дроздовых принадлежит три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы. Вместе с дачей это почти миллиард рублей. Сам глава пенсионного фонда на результаты расследования пока никак не отреагировал. Об одной из квартир Дроздова на Патриарших прудах в Москве писали еще в 2014 году. Тогда ее себестоимость фонд оценивал в 240 миллионов рублей. Сейчас по данным фонда борьбы с коррупцией, эта квартира может стоить уже 490 миллионов. Эту новость сейчас активно обсуждают в социальных сетях. И прежде всего из-за того, что она появилась на фоне новостей о пенсионной реформе. Напомню о повышении пенсионного возраста. В правительстве заявили в начале июня. Депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении. Почти 100% россиян не поддержали инициативу. Во многих городах прошли митинги, заговорили о референдуме. Два дня назад президент заявил, что реформу нужно смягчать. Что это значит? Как на предложение отреагировали жители и эксперты? И самое главное, почему реформа так необходима? Об этом речь пойдет в воскресных новостях ТВК. Наша аналитическая программа возвращается в эфир после летнего перерыва. Пенсионная реформа, выборы депутатов городского совета и выборы губернатора – главные темы первого выпуска в новом сезоне. Не пропустите в воскресенье в 20.00 на ТВК. Теплая и доступная остановка силами города и бизнеса. В Свердловском районе заработала первая закрытая обогреваемая автобусная остановка. Укрыться в ней от дождя и холода сможет любой, независимо от физических возможностей. Подробности в сюжете далее. Доехать раз и все. Тут замечательно. Я по уехал. Все и поехал. Доступность для людей с ограниченными возможностями нынче тренд Свердловского района. И заложили его на одной из самых оживленных остановок – станции Енисей. Попасть в теплое пространство Наталья Коптеленина теперь может без труда. В рамках своего проекта «Шаг за шагом» девушка уже давно составляет свою карту доступности. И вот теперь Наталья лично тестирует новую остановку. По вызову здесь ей и дверь придержат, и внутрь проводят. Пожелание, чтобы мы вот такое транслировали на весь город. Чтобы таких станций становилось больше. Потому что такая станция у нас пока одна. Город – миллионник. У нас много красивых мест. Мы ждем гостей в следующем году на универсиаду. Мы должны показать город доступным, комфортным. Эта остановка, говорят власти, лишь показательный пример успешного взаимодействия администрации и бизнеса. Пункт оборудован при поддержке цветочного павильона, расположенного по соседству. Их сотрудник и помогает колясочникам попасть внутрь и покинуть остановку. Подключился к организации доступности и крупный бизнес. Станция Енисей, которую переоборудовали железнодорожники – лишь малая часть большой доступной среды. Теплые туалеты появляются с удобствами для инвалидов. Пандусы, чтобы он мог заехать. Кассовые окошки, чтобы пониже были, чтобы мог пообщаться. Фактически все кассы на нашей дороге оборудованы устройствами кассир-пассажир, где добавляется звук, и слабосудящий пассажир мог спокойно общаться. И сейчас, пока бизнес-игроки подключаются к новой политике, политике взаимодействия и доступности, власти уже готовят масштабный план благоустройства. В первую очередь надо рассматривать такие объекты, как Сбербанки, больницы, детские сады, где в первую очередь нуждаемость, необходимость из тех людей, которые сегодня по ряду причин стали инвалидами. Им нужно, конечно, в первую очередь уделять внимание. Вместе с обустройством доступной среды чиновники занимаются совершенствованием нормативно-правовой базы, чтобы безбарьерной стала не только остановка в Свердловском районе, но и весь механизм взаимодействия власти и бизнеса. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. В Думе офицеров простились с Николаем Трикманом, депутатом законодательного собрания. Напомню, Николай Васильевич скончался 29 августа на 68-м году жизни. По словам его коллег, парламентарий долго болел и умер из-за остановки сердца. Родился Николай Трикман в Ермаковском районе края в 1951 году. После школы учился в Красноярском инженерно-строительном институте. Начинал работать шофером, затем прошел обучение в партийной школе. Позже заступил на службу УВВД Ачинская. Занимал должность замначальника вневедомственной охраны на Ачинском глиноземном комбинате. В 2001 году Николай Васильевич ушел в политику. С 2009 года являлся депутатом краевого парламента. В законодательном собрании Николай Трикман был руководителем фракции «Справедливая Россия» и запомнился как человек с сильной волей и боевым характером. Он мне запомнился как какой-то неординарный, правда, человек. Какой-то улыбкой открытой, доступной для людей и таким серьезным внутренним сердцем. Я думаю, именно эти качества придавали ему такую, так скажем, неординарную роль в дальнейшей его судьбе. О таких принято говорить. Сделал себя сам в полном смысле этого слова. Полтора миллиона новых школьных учебников в библиотеках обновили стандартные книги по русскому и математике, разнообразили образовательную программу. В нее включили пособия по шахматам, финансовой грамотности, музыке и даже в скультуре. Некоторые книги сопровождаются дисками с тестами и заданиями. Появились также специальные версии учебников для слабовидящих учеников. Они написаны крупным шрифтом и разделены на 4-5 частей. А для детей с нарушениями развития закуплены пособия по технологии, швейному и сельскохозяйственному труду. Они помогут особенным школьникам подготовиться к получению профессии в будущем. Детей увеличивается с ограниченными возможностями. Если в прошлом году у меня было 26 человек, то сегодня их 40. В этом же классе сидят, только совсем другой учебник. По умственному ребенку просто можно и легко разобраться. В основном картинки, какие-то общие большие фразы, чтобы он хотя бы эти элементы какие-то усвоил. И прямо сейчас в рубрике «Афиша на выходные» расскажем, куда можно сводить своих детей после школьной линейки и куда идти болеть за футбольный Енисей. Смотрим. 1 сентября красноярские школы откроют свои двери почти для 12 тысяч учеников. Примерно после полудня все они будут свободны. Этот праздничный выходной, тем более такой теплый, можно провести с пользой. На Покровской горе в сквере у часовни Пороскевы Пятницы пройдет гастрономический фестиваль «Летняя кухня». Это пикник под открытым небом с музыкой и блюдами со всего мира. Организаторы обещают вкусные бургеры, плов, бузы, шашлык, японские супы, лапшу-вок, мороженое и морсы. Все это будет сопровождаться выступлением красноярских музыкальных коллективов и духового оркестра. Начало в 12 часов, адрес для навигатора Зои Космодемьянской, 8. Но можно потратить этот выходной с еще большей пользой и между делом, например, определиться с будущей профессией своего ребенка. Завтра же в 11 часов в кинотеатре «Мечта» пройдет серия мастер-классов «Город профессий». Из первых уст от лингвистов, библиотекарей, почтальонов, тренеров, проектировщиков и представителей других профессий можно будет узнать об особенностях их специальностей. Мастер-классы пройдут в игровой форме и рассчитаны на детей от 8 до 14 лет. Адрес Мичурина, 30, он же кинотеатр «Мечта», время начала мероприятия 11.00. А вот главное мероприятие «Воскресенье» подойдет как и для посещения с детьми, так и для собственного удовольствия. На острове Татышев покажут футбольный матч «Енисей-Тульский Арсенал». На прошлых выходных такое мероприятие собрало под открытым небом у огромного экрана почти 2000 зрителей. Это больше, чем количество посетителей на трибунах стадиона. Игра начнется в 6 часов вечера по красноярскому времени, но советую перейти чуть пораньше, чтобы занять лучшие места. Поэтому к 6 вечера приезжаем на остров Татышев и ищем трибуны на восточной стороне. Ну а вам я желаю хороших выходных. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, новости ТВК. Красноярский суд признал законной продажу автомобиля по поддельным документам. Об этом новостям ТВК рассказала пострадавшая Елена. По словам женщины, машину они с мужем брали в кредит, но выплачила его сама Елена. Пострадавшая добавила, что в браке они обсуждали продажу автомобиля, но к согласию так и не пришли. После развода мужчина единолично продал машину. Елена в совершении сделки не участвовала. Ее подпись в документах купли-продажи муж подделал. По документам владелец я, при этом на продаже я не присутствовала, на показе автомобиля я не присутствовала, я не снимала автомобиль с учета, я не подписывала договор, и несмотря на это машины у меня нет. Суд признал сделку законной, основываясь на том, что, будучи супругами, стороны продажу обсуждали. К тому же муж Елены в суде заявил, что отдал часть вырученных с продажи денег ей. Правозащитники говорят, что нужно идти до конца и подавать апелляцию. Я считаю, что в данном случае, по данным правоотношениям, действуют общие нормы гражданского права. Что если более изъявление с одной из сторон не имелось на заключение сделки, то в таком случае договор считается незаключенным. Плюс ко всему, в данном случае действуют нормы семейного кодекса, когда все сделки заключаются в согласии второго супруга. Согласия второго супруга в данном случае не имелось. Сразу после рекламы в новостях ТВК расскажем, как изменилась схема движения 99-го автобуса и когда нас ждут магнитные бури и как доставить прививку от гриппа. Оставайтесь с нами. Дома управляющей компании ЖСК готовы к зиме. Жилищники получили в администрации города самый главный документ – паспорт готовности к отопительному сезону. Это значит, что все дома под управлением ЖСК, их 2145, допущены к эксплуатации в осенне-зимний период. За весной лету управляющая компания провела все плановые работы, проверила инженерные сети, провела промывку и опрессовку систем отопления. Как пояснили в компании, при проведении работ учитывали жалобы и обращение жителей на горячую линию. Результаты весенне-осенних плановых осмотров в состоянии инженерных систем каждого дома. Когда в дома поступит тепло, решит только глава города. Распоряжение о начале отопительного сезона он даст лишь тогда, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 8 градусов. Какие автобусы поедут по новому маршруту и зачем закрыли главный вход в краевую больницу? Об этом расскажем в рубрике «Новости коротко». С 1 сентября маршрут номер 99 изменит схему движения в центре города. С улицы Белинского автобус поедет на Маркса, далее на улицу Каратаново и затем уже на Ленина. Ни одна остановка не исключается и даже добавляются две новые. Это филармония и в районе дома номер 4 по улице Каратаново. Более подробную информацию о изменениях маршрута можно узнать на сайте управления транспорта. В Красноярской краевой больнице на две недели закрыли проход от партизана-железняка до главного корпуса. Попасть в здание можно только по подземным переходам через главный вход. Все это из-за строительства нового хирургического корпуса. Кроме того, закрыли вход на второй этаж в холле больницы. Это крыльцо будут демонтировать. В сентябре появится пять дополнительных поездов на маршрутах городской электрички Красноярск, Северный Бугач-Базаиха и Красноярск-Девногорск. Отмечу, что сегодня у городской электрички 28 платформ, включая новые Тихие Зори и Калинина, на очереди строительство платформы Бобровый Лог. Назад в детский сад. Новый проект с таким названием стартует на ТВК в эфире программы «Новое утро». Ведущие вернутся в детство и на себе проверят, как живется сейчас красноярским детсадовцам. И все это в прямом эфире. Группы будут совершенно разные. Дети разных возрастов, наверное, даже от самых маленьких до тех, которые собираются в школу на следующий год. Мы будем смотреть, что они едят, какие песни они поют, какие занятия им проводят. И во всем этом мы будем принимать участие непосредственно и попытаться как-то ощутить на себе, насколько это классно быть ребенком. Зрители могут наблюдать за экспериментом три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. С 3 по 21 сентября. Если вы хотите, чтобы наши ведущие приехали именно в ваш детский сад, просто позвоните в редакцию «Нового утра» по телефону 202-88-88 и оставьте заявку. Сентябрь начнется с магнитных бурь, пляжи в регионе продолжают закрывать, а в больницы поступила первая партия вакцин против гриппа. Подробности расскажет заместитель начальника Главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Сентябрь начнется с магнитных бурь, которые продолжатся всю предстоящую неделю. С 1 по 10 сентября ожидается магнитная бурь до 6 баллов включительно. Уважаемые красноярцы, предупреждаем метеочувствительных людей и водителей. Предстоящие выходные будут достаточно комфортными до 22 градусов, возможно выпадение небольших осадков, но уже в понедельник-вторник мы ожидаем самый сильный дождь и произойдет похолодание до плюс 18. Из ожидаемых дождей возможно подтопление участков улиц Советского, Октябрьского, Ленинского района города Красноярска. Уважаемые красноярцы, будьте внимательны и осторожны. Во вторник температура воздуха поднимется еще до 14 градусов, дальнейшее похолодание ночью до 5-6 градусов. А в следующую субботу, уважаемые красноярцы, мы предупреждаем датчиков, датчиков, ночью до плюс 2 градусов. Завтра и 3 сентября, понедельник, началом нового учебного года. На период проведения Дня знаний начала учебного года все подразделения МЧС России будут функционировать режим повышенной готовности. Вместе с тем, родителям и учителям напоминаем, 3-4 сентября неблагоприятные погодные условия, резкое похолодание, ветер и сильный дождь. Будьте осмотрительны и осторожны. Призываем родителей напомнить школьникам о правилах дорожного движения, а водителей быть понедельно внимательными, особенно на водорах и возле школ. Уважаемые красноярцы, в вторник и в среду сохраняйте детей. В связи с наступлением осеннего периода и понижением в среднем сутки температур, уважаемые красноярцы, проведите состояние печей и электропроводок. Только за эту неделю произошло 8 пожаров по причине короткого замыкания в электропроводке и 5 пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности. К сожалению, погиб один человек. Напоминаем всем дачникам, позаботьтесь о правилах пожарной безопасности. Предупреждаем отдыхающих возле водоемов. Купальный сезон закрыт. Температура воздуха очень низкая. Возможен ветер и дождь. Напоминаем, купаться без надзора спасателей-менников крайне опасно. Кроме того, вода в реках и озерах уже очень холодная. В озерах Хакасии вода до 16 градусов, в Шариповском районе до 14 градусов. На этой неделе в Ужурском районе возле утонул один человек. С начала купального сезона, к сожалению, утонуло 44 человека. Из них три ребенка. Несмотря на то, что на неделе ожидается хороший лов клев рыбы, 8 баллов из 10, предупреждаем рыбаков, во время непогоды лучше воздержаться от выезда на воду на маломерных судах. Продолжается акция «Вода безопасная территория». За неделю привлечено к административной ответственности 38 человек. Уважаемые красноярцы, в сентябре наступает пора прививок против гриппа. В Красноярский край уже поступила первая партия вакцины против гриппа. В первую очередь вакцинация производится детям с 6 месяцев, учащимся от первых 11 класса, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам, подлежащим призыву на военную службу. Поставить прививку против гриппа можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах. В крае будут действовать специальные выездные привычные бригады. Обращаемся к жителям Березовска и Мельяновского района, а также к дачникам. Будьте крайне осторожны, особенно при поездках на дачу там обнаружено много медведей. Только на этой неделе хищники 7 раз выходили к людям. На прошедшей входной в Березовском районе один агрессивный хищник был ликвидирован. К счастью, никто не посадал. Выходы медведям к людям зафиксированы также в Боготольском и Манском районах края. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения вещаний и ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание. Сейчас готовы выслушать мнение зрителей. Нравится ли вам то, что происходит в городе? Я имею в виду благоустройство. Как наш город меняется? Есть звонок в студию. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Евгения. Вот хотела бы высказаться, да, то есть обратила внимание, что у нас в городе стали менять проспект Мира, да, то есть именно фасады здания. Вот хотелось бы, наверное, предложить нашим, кто, ну, благоустройством занимается, сделать фасады улицы Мира именно... для раньше, вернуть им старый вот облик. И также, вот, ну, наверное, сделать проспект Мира именно пешеходной зоной. А Маркса и Ленина сделать двухсторонним движением. Ясно. Спасибо большое за ваше предложение. Я напомню, что мы не только принимаем звонки в студию, но и можно писать в нашу группу ВКонтакте, а также в Вайбер и Ватсап. Еще звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Николай. Я хотел бы сказать об облике города на улице Аэровокзальной. У нас 200 человек живет на Аэровокзальной 2К. Ни Усу, ни Ерёнину, никому, тем более ни министерству подчиненному, никому не интересно, как у нас, какой облик на улице Аэровокзальной напротив дома 2К. Облик очень приятный. Мы ждем с нетерпением Оса, как кандидата в депутаты, и Ерёмина. Передайте, пожалуйста, что люди с нетерпением ждут, чтобы они увидели этот облик своего города. Очень ждем. Спасибо большое за ваш сигнал. А сейчас узнаем, что же нам пишут зрители. Мнение в сети изучала Екатерина Широкова. Катя, какие там есть адреса? Ну, Оля, в социальных сетях, как всегда, комментарии очень разные есть. И позитивные есть, и негативные. Ну, хотелось бы начать, наверное, с хорошего. Мне все нравится. Очень преображает город. Вся эта подсветка наряднее смотрится, и гулять приятно сразу. И вот еще против подсветки я ничего не имею, но вот парки делать это полезнее, мне кажется. Огоньками не надышишься, а вот новые деревья хоть как-то экологию улучшают. И вот уже пошли негативные нотки. Когда все хорошо в городе, то можно и огоньками с качельками заняться. А у нас дыр полно, которые нужно залатать. А этой подсветкой только пыль в глаза пускают. Мол, смотри, народ, как красиво. И сразу явно дорог на дорогах не видно. У нас все всегда всем недовольны, пишет кто-то из пользователей. Ремонт дорог плохо, реконструкция парков плохо, здание и мост подсветили, тоже плохо. Но что за люди из-за такого настроя, и делать ничего не хочется. Пока вот такие комментарии. Оля. Спасибо, это была Екатерина Широкова. Мы продолжаем выслушивать мнение наших зрителей в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Я живу на правом берегу. Левый берег... Темные шутки, но я на левом не бываю. Наверное, красиво будет подсветка. Но я хочу обратить внимание, чтобы и правому берегу уделялись. Вот, например, я живу в районе Красноярский... Ну, остановка Красноярский рабочий, Кироевая детская библиотека. В сторону предмостной. У нас там убрали остановку. Месяц с киотком. Киотк новый поставили, остановки до сих пор нету. Вот едешь на левый берег и стоишь. И присесть негде. И вообще. И вот сейчас сижу в окно, гляжу, а на окном темно. Лампочка где-то вдалеке горит. Акельница классная. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Лидия Семеновна. Лидия Семеновна, а есть что-то у нас в городе, что ну правда нравится, что сделали? Ой, я только бы хотела, чтобы не то, что нравится, а наладили возле нашей школы 81. Никто даже не обращает внимания на наш район. Маяковского 9. А что там у вас? Алло. Задний двора выходишь в помойку, никто не убирает, не асфальтирует. В грязи тонем с ребятишками. А вы пытались куда-то, подождите, а вы пытались куда-то обращаться? В ЖКО, вот, уже месяц собрание было, в ЖКО ходили, писали и ничего не делают. Они запишут и уходят. И ничего не делают. То есть на сигналы не реагируют? Нет. Ясно, спасибо большое. Еще один зритель на связи. Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас? Галина. Я живу на правом берегу остановка кинотеатра «Спутник». У нас сквер благоустраивает, ну, как первоначальная, первомайский называется. Вот у нас там разбомбили все. И делаются работы очень медленно. И я вот думаю, вряд ли до холодов успеют. А если будут успевать, то это будет делаться как попало. На скорую руку. Вот на левом берегу это вроде как все красиво, здорово. Ну, приятно, наверное. А вот на правом берегу вроде как отдаление. И никто за этим не следит. А скажите, это тот самый сквер, который был один из тех, за которые голосовали? У кого стадиона и не сей. Да. Такой стадион выстроили. Огромный, красивый. То есть вы думаете, сейчас не доделают, а затем на следующий год понадобится? Никто не сделал. Дорогу сделали, а тротуара нет. Ясно. Спасибо большое. Ну, вот обидно, что так происходит. И понятно, что основные силы людей, занятых в благоустройстве, в ремонте, в дорожном в том числе, сейчас задействованы на подготовке к универсиаде, на объектах универсиады и в центре города и по маршруту, по которому будут двигаться кортежи универсиады. Ну, и тут, и поэтому, видимо, не хватает квалифицированных рабочих для благоустройства остального для тех же скверов. есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Надежда. Надежда. А есть что-то, чем вы довольны? Вот обычно к нам звонят с звонками, когда люди чем-то недовольны. Есть что-то, чему вы можете поставить вот плюс? Пять? Знаете, вот я пять пеней не поставила ничего. Больше, конечно, недовольства. Власть старается сделать, но делает это не в это. Посадили очень много деревьев. Нам отрапортовали, сколько их, но их поставили просто в лунки. Их не засыпали. Они не поливают. И это напрасно потраченные городские деньги. Наши с вами налоги. Поэтому там не то, что пятерку. я бы даже тройку не поставила. Ясно. Спасибо большое. Вот такие звонки сегодня. Конечно, большее количество людей недовольны тем, что происходит в городе. Но посмотрим, чем все эти ремонты закончатся. И тогда уже можно будет подводить итоги. Ну а через пару минут на ТВК программа «После новостей». Редактор субтитров